Здравствуйте! Вы смотрите новости на КЧН-ТВ в студии Богдан Танасов. И вот о чем мы расскажем сегодня. КЧН-ТВ За последние 24 часа лабораторно подтверждено 192 новых случаев заражения коронавирусом. Об эпидемиологической ситуации в стране в нашем выпуске. В Международный день семьи Илона Ведрашко узнавала секрет долгой и счастливой семейной жизни. Как хранить семейный очаг и справляться с трудностями? Расскажем. Сегодня, 15 мая, в стране завершается режим чрезвычайного положения. После многочасового заседания комиссии ПЧС ее решение озвучил премьер-министр Ион Кику. Он отметил, что расслабляться нельзя. Коронавирус никуда не делся, а потому чрезвычайное положение объявлено в области здравоохранения. Особый режим будет действовать до 30 июня. Сохраняется обязательное соблюдение социальной дистанции и ношение масок в общественном транспорте, магазинах и других общественных местах. До 30 июня будут закрыты детсады, вузы, спортзалы. Не возобновляется деятельность и секторах Орека. В то же время разрешается работать стоматологическим кабинетом и парикмахерским, в которых можно будет только постричься. Постепенно будет возобновлено оказание медицинских услуг, как в поликлиниках, так и в больницах. В больницах будет возобновлено проведение дневных хирургических операций. Также будут оказываться реабилитационные услуги людям с инфарктом миокарда. Речь идет о работе в стационаре. Для работы поликлиник обязательным условием будет предварительная запись пациентов, для того, чтобы избежать создания очередей и скоплений людей. Также будут возобновлены медицинские профилактические анализы, диагностические консультации и лечения, а также УЗИ, иммунизации и услуги по выдаче направлений для установления степени инвалидности. Хочу напомнить, что нарушения этого режима и запрета на открытие рынков в Кишиневе и Бельцах будут строго наказываться, потому что эти рынки представляют серьезную опасность распространения инфекции. Те люди, которые работают на рынках, обращайтесь за помощью в размере 2275 леев, которую предоставляет государство патент-обладателям и временно оставшимся без работы. Очень прошу, не позволяйте, чтобы безответственные политики манипулировали вами, потому что, во-первых, вы рискуете здоровьем и, во-вторых, можете быть оштрафованными. Пятничная статистика по ситуации с коронавирусом. За минувшие сутки в Молдове зарегистрировано 192 новых случая, 52 из них в Приднестровье. Число обработанных тестов за сутки составило 1344. Такие данные представил Минздрав. По данным Минздрава Республики, из общего числа выявленных в пятницу заболевших – 18 работники системы здравоохранения. За сутки скончались еще шесть человек. 79-летняя жительница Кантемира, 50-летний мужчина из резины и четверо – жители Кишинева. Мужчины в возрасте 59, 64 и 73 лет. А также 81-летняя женщина. Таким образом, количество летальных исходов составляет на сегодня 202. Общее число зарегистрированных случаев с момента начала пандемии достигло 5745. Вылечилось от коронавируса нового типа 2280 человек. Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику вместе со своими коллегами из стран Центральной и Восточной Европы принял участие в чрезвычайном онлайн-саммите Центральной европейской инициативы. На повестке «Преодоление социально-экономических последствий COVID-19» премьеры обсудили пути выхода из кризиса и сошлись во мнении, что сотрудничество, взаимное доверие и солидарность – ключевые элементы в этой борьбе. В работе онлайн-саммита Центральной европейской инициативы также участвовали европейский комиссар по вопросам расширения и политики соседства, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения и президент Европейского банка реконструкции и развития. Пандемия коронавируса была названа на заседании беспрецедентным вызовом для всего мира и общественного здоровья. Ее последствиями стал экономический, социальный и гуманитарный кризис. Участники встречи подтвердили необходимость принятия срочных мер, решительных и всеобъемлющих для победы над инфекцией. Ключевыми элементами в борьбе с коронавирусом были названы сотрудничество, взаимное доверие и солидарность. Отмена карантинных ограничений в Европе преждевременно, поскольку эпидемия коронавируса не закончилась. Об этом заявили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения. Несмотря на спад эпидемии в европейских странах, осенью ожидается новая волна коронавируса, уверены эксперты, которая может совпасть с сезонной вспышкой других вирусных заболеваний – гриппа или кори. О ситуации в мире расскажем далее. С 15 мая страны Балтии первыми в Евросоюзе открывают границы, закрытые еще 17 марта из-за пандемии коронавируса. Правда, открывают границы только для населения Латвии, Литвы и Эстонии. Договоренность о том, что одновременно три страны откроют границы для своего населения, граждан и тех, кто имеет вид на жительство, была достигнута на встрече главправительств. К этому решению внимательно присматриваются соседи. Если все пойдет нормально, то к такому режиму могут присоединиться и Польшу с Финляндией, сообщают балтийские СМИ. В испанских больницах двумя минутами молчания почтили память врачей и медсестер, умерших от COVID-19. Памятная церемония состоялась и в Мадриде. По подсчетам испанского Минздрава, около 20% медиков, работавших с коронавирусными пациентами, заразились. С начала эпидемии 55 сотрудников сферы здравоохранения скончались от коронавируса. Всего в Испании коронавирус выявлен у более чем 50 тысяч медиков. Такая ситуация сложилась потому, что испанская система здравоохранения не была готова к эпидемии COVID-19. Работники сферы здравоохранения не были снабжены в достаточной мере средствами индивидуальной защиты. Этого не хватает даже сейчас. Из-за взрыва на химическом заводе небо над Венецией заволокло токсичным дымом. Об этом сообщает муниципалитет города. После взрыва на химзаводе начался пожар. Пострадали по меньшей мере два человека. Власти Венеции призвали жителей ближайших районов города запереть окна и не покидать свои дома, чтобы избежать отравления токсичными выбросами. По данным полиции, инцидент произошел на предприятии, которое расположено в нескольких километрах от исторического центра города. Жители северных районов Милана провели беспокойную ночь. За считанные минуты улицы города превратились в небольшие каналы, а первые этажи домов заполнились водой. Виной тому проливные дожди, приведшие к разливу реки Севезо. На некоторых улицах вода прибывала со скоростью 8 сантиметров в минуту, так что вскоре местами образовались небольшие запруды глубиной до метра. В некоторых районах Милана возникли перебои с электричеством. Шквальный ветер повалил деревья, а те оборвали линии электропередач. Спасатели до сих пор устраняют последствия разгула стихии, откачивая воды и удаляя перекрывшие проезжие части деревья. О пострадавших не сообщается. Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News призвал допросить экс-президента Соединенных Штатов Барака Обаму по делу о расследовании сговора Трампа с российскими властями. Глава Белого дома заявил, что это не Москва, а Обама и его соратники попытались повлиять на результаты президентских выборов в 2016 году. А значит, все они должны отправиться за решетку. По словам Трампа, Обама тогда тайно развернул целую кампанию под дискредитацией кандидата. Именно эти действия глава Белого дома считает крупнейшим политическим преступлением в истории США. Американская пресса уже пишет, что Трамп объявил Обаме настоящую войну. К другим темам. С жестким и категоричным посланием к тем, кто пытается подкупить депутатов парламентского большинства, обратился сегодня глава государства и предупредил, что не стоит удивляться, когда к ним придут прокуроры. Заявление было сделано Игорем Дадоном в ходе очередного выпуска. Президент отвечает. Глава государства уточнил, что ему известно о том, что представители фракции Шор и группы Канду пытаются подкупить депутатов-социалистов и депутатов-демократов. По словам президента, суммы, которые предлагаются местным избранникам за выход из демократической партии, варьируются от нескольких тысяч леев до 10 тысяч долларов. Цель группы Шора и Канду — собрать также вокруг себя 25 депутатов парламента для того, чтобы разрушить парламентское большинство и пытаться лавировать между коалицией ПСРМ-ДПМ и бывшими составляющими блока АКУМ, отметил Дадон. Я хочу предупредить тех, кто пытается повлиять на депутатов от фракций ПСРМ и ДПМ. Когда вы увидите прокуроров, не удивляйтесь. Президент подчеркнул, что коалиция ПСРМ-ДПМ располагает солидным большинством из 54 депутатов и голосом независимого избранника, который поддерживает правительство. Игорь Дадон подчеркнул при этом, что политический туризм должен быть запрещен законом, потому что депутаты, прошедшие в парламент по спискам определенной партии, а потом выходящие из нее и успевающие сменить несколько политформирований, не могут представлять интересы избирателя. Я думаю, что мы можем принять ряд мер. Например, в течение четырех лет нельзя создавать другую фракцию и пусть тогда слоняются по коридорам парламента. Или пусть возмещают расходы на избирательную кампанию партии, которая его продвигала, и другие санкции, которые можно внести в законодательство. Касаясь важной темы – средств для поддержания экономики страны, президент выразил надежду на успешный исход проведения нового раунда переговоров по российскому кредиту. Он уточнил, что за этот вопрос несет ответственность правительство. Игорь Дадон подчеркнул, что Молдова очень нуждается в этих деньгах. Часть из средств кредита должна была пойти на инфраструктурные проекты, такие, например, как восстановление участка дороги Чемишлия-Лёва, которая не ремонтировалась более 30 лет. Я общался с председателем района, с примаром города Чемишлия, который был поддержан блоком АКУМ, и все очень возмущены. Часть денег этого кредита, который вы совместно с КС аннулировали, должна была пойти на дороги. А вы с вашими глупыми геополитическими амбициями его аннулировали. И таких участков дорог по стране множество. О них многие годы никто не вспоминал, а тут появилось и финансирование, и проекты, абсолютно всё. В ходе того же выпуска президент отвечает, Игорь Дадон заявил, что не поддержит отмену печати избирательных бюллетеней на русском языке, подчеркнув, что просто не подпишет соответствующий закон. У нас в Молдове русский язык – язык межнационального общения. И так было все эти годы. Поэтому бюллетени были на молдавском и на русском. Так же, как должен быть документ оборот. Большинство законов в парламенте Республики Молдова – они на молдавском и на русском. Всё, что я выставляю везде информацию – на молдавском и на русском. Поэтому те, которые запустили вот такие процедуры, мы их не поддержим. Конституционный суд сейчас пытаются использовать в качестве инструмента по достижению своих целей некоторые политики, как это было в период режима Плохотнюка. Игорь Дадон заявил об этом, отвечая на вопрос журналистов нашего телеканала. К сожалению, есть все сигналы, предпосылки, что снова Конституционный суд может быть использован как политический инструмент. Я общался с очень многими экспертами, общался с бывшими руководителями, либо членами Конституционного суда, который высказывает одно и то же мнение, что, к сожалению, появляются первые сигналы, что Конституционный суд начинает ту же деятельность, которая была до июня прошлого года при Плохотнике. Президент констатировал, что население очень недовольно последними решениями судей Конституционного суда, которые переворачивают всё в этой стране. Зачем нужны парламент и парламентское большинство, когда у тебя в кармане несколько судей КС, которые в любой момент выносят нужное себе решение по требованию Сырбу или Чеботаря, задается вопросом Игорь Дадон. Он напомнил, что оба в июне прошлого года писали на коленях решение КС, что является узурпацией власти. Президент отметил, что подобные игры с использованием судей Конституционного суда в качестве политической дубинки крайне опасны и могут привести к плачевным последствиям. Когда начинаются такие игры, они очень-очень опасны. Поэтому даже тем, которые думают играть в эти игры, я посоветую, чтобы они отказались от такой практики. Я никогда не пытался использовать Конституционный суда в своих политических целях. Ситуация на рынке недвижимости в Кишиневе может испортить не коронавирус, а дефицит земельных участков. Несмотря на пандемию, участники рынка не прогнозируют особого изменения цен на жилье. Но говорят, что в следующем году в столице может разразиться большой кризис строительной отрасли, если застройщики и дальше будут испытывать дефицит в новых строительных площадках. Наш специальный репортаж на эту тему. В феврале этого года впервые за последние 11 лет цены на квартиры в Кишиневе показали положительную динамику роста. Начавшаяся затем пандемия коронавируса особо не повлияла на рынок столичного жилья. Средняя стоимость одного квадратного метра квартиры в Кишиневе в апреле текущего года осталась на уровне марта и составила 515 евро за квадратный метр. По прогнозам риэлторов, несмотря на коронавирус, цены на недвижимость останутся стабильными. Прогноз мы хотим все надеяться на лучшее, но единственное, что я могу сказать, мы наблюдаем сейчас спад в очень многих отраслях экономики. И я считаю, что если мы сделаем все возможное для того, чтобы помочь рынку недвижимости, это может стать локомотивом, который потом потянет за собой все остальные отрасли. У нас фактически нет альтернативы недвижимости. Если вы человек, который заработали за границей, или ваши родители какую-то сумму денег, 5, 10, 15, 20 тысяч евро, у вас нет возможности вложить в банк. Люди не очень доверяют банкам. У вас нет возможности вложить в мелкий бизнес. Люди боятся открывать бизнес, тем более производство. Но альтернативы, кроме как вложить в недвижимость, фактически нет. Коронавирусная инфекция по-разному отразилась на рынке недвижимости в других странах. В Китае из-за коронавируса произошло обрушение рынка. На Украине наоборот. Когда начался пандемический кризис, на рынке недвижимости начался настоящий ажиотаж. Граждане кинулись скупать и снимать жилье. То же самое произошло и с ценами. Где-то цены на жилье снизились в среднем на 10-20%. Где-то наоборот выросли. Особенно в новостроях. Из-за закрытия границ, нехватки стройматериалов, особенно тех, что поступают только из-за рубежа. А также увеличение сроков их доставки. Я думаю, что перспективы резкого роста цен нет, потому что платежеспособность населения в условиях пандемии, естественно, маленькая. Плюс мы видим, что Национальный банк опустил ставку рефинансирования. Ставку Национального банка, если она раньше была 8,5%, сейчас, не ошибаюсь, 6,5%. То есть кредитование и потешное, возможно, дешевле. Плюс государство. И мы видим совещание у президента по поводу строительного бизнеса. То есть будет помощь со стороны государства со строительным бизнесом. В том числе и стимулирование населения приобретать недвижимость. Население нуждается в недвижимости, но роста не ожидается. Проблемы, говорят профессиональные участники рынка, могут прийти с совершенно другой стороны. Вот смотрите, кризис есть, но цены не падают. Цены не падают почему? Потому что есть дефицит участков и есть большой спрос на квартиры. И риэлторы, ну та аналитика, которая публикуется сейчас в прессе, они говорят о следующем. Потому что количество авторизаций, которая была выдана в 2019 году, она меньше, чем в 2018 году. Вот вообще застройка в 2018-2019 год, это результат тех авторизаций, которые были выданы на строительство в 2016-2017-2018 годах. А в 2020 году практически ничего не было выдано. То есть если мы сейчас не восполним этот дефицит, то у нас в 2021-м будет огромный кризис. Ну конечно, чувствуется дефицит земельных участков для многоэтажного строительства. Чувствуется дефицит. Застройщики до пандемии бегали, можно так сказать, с высунутым языком в поисках площадок, потому что их на самом деле был дефицит. Дефицит такой существует. Нам необходимо как можно быстрее начать эти аукционы, потому что у нас в Молдавии есть прекрасная возможность быстро восстановиться после того, что произошло в эту пандемию. У нас очень много хороших, квалифицированных рабочих. У нас есть механизмы, у нас есть технологии, у нас есть возможность строить, у нас есть востребованность в квартирах. Если мы сегодня дадим возможность застройщикам осваивать новые участки, это тысячи новых рабочих мест, это тысячи квартир. Не только для строителей, но и для всех смежных отраслей экономики. Напомним, что на прошлой неделе Ассоциация профессиональных агентов недвижимости Молдовы обратилась с открытым письмом к генеральному примару Кишинёва Иону Чабану и муниципальному совету. С просьбой возобновить легальную и прозрачную процедуру проведения аукционов земельных участков в столице. Будет приостановлено движение общественного транспорта в Кишинёве и Бельцах в субботу и в воскресенье 16 и 17 мая соответственно. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кико, уточнив, что в понедельник, 18 мая, общественный транспорт вернется к нормальному режиму работы. Другие новости дня в нашей рубрике «Коротко». Более 25 тысяч жителей Молдовы получили от государства пособие по безработице в размере 2775 леев. Об этом в рамках программы президент отвечает, заявил Игорь Дадон. В числе получивших и 10 тысяч патентообладателей, которые вынужденно приостановили свою деятельность из-за пандемии коронавируса, отметил глава государства. Работники примарии Чадерлунги уходят на карантин. У одного из сотрудников подтвердился диагноз COVID-19. Об этом сообщил примар города Анатолий Топал. Он отметил, что, к счастью, болезнь у сотрудника протекает в легкой форме. Президент Молдовы Игорь Дадон и посол США в нашей стране Дерек Хоган обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития стратегического диалога между двумя государствами. Особое внимание стороны уделили совместной борьбе с распространением коронавируса. В связи с этим Дадон поблагодарил американских партнеров за помощь, предоставленную Молдове. Председатель парламента республики Зинаида Гречаны провела встречу с послом Венгрии в Молдове Шандором Сабо. Стороны рассмотрели динамику молдовенгерских связей, подтвердили наличие очень хороших отношений дружбы и сотрудничества между двумя государствами. Гречаны поблагодарили Венгрию за постоянную и искреннюю поддержку нашей страны в различных областях, в том числе на международном уровне. Полицейские пресекли деятельность преступной группировки, специализирующейся на хранении и обороте наркотиков. Задержаны двое подозреваемых – мужчины в возрасте 41 года и 47 лет. Наблюдение за подозреваемыми велось в течение трех месяцев. Полиции установлено, что подозреваемые сбывали наркотики в муниципе Кишинев и в Страшенском районе. Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения. 31-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Буйканы по подозрению в совершении нескольких квартирных краж. Подозреваемый обокрал как минимум две квартиры в секторе Буйканы, откуда вынес строительные инструменты, телевизор и другие ценные вещи. Нарушителю грозит штраф или лишение свободы на срок до четырех лет. В генеральный инспекторат полиции поступило сообщение о том, что водитель машины марки БМВ нарушает ПДД, чем подвергает опасности участников дорожного движения. Оказалось, что речь о 22-летнем жителе Кишинева. Ему был выписан штраф в размере полутора тысяч леев и начислено три штрафных пункта. До конца июня в армию Молдовы призовут 1210 молодых людей для прохождения срочной службы на 12 месяцев. Еще 10 выпускников вузов пройдут трехмесячные сборы. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, призыв обеспечит административно-территориальные органы на местах. Они же доставят призывников к месту будущей службы. Нынешний 2020 год может быть объявлен годом медицинского работника. Соответствующая инициатива была высказана Игорем Дадоном в ходе нового выпуска. Президент отвечает. Если эта идея будет поддержана населением, глава государства готов уже на будущей неделе подписать соответствующий указ. Глава государства поздравил население Молдовы с Международным днем семьи, который отмечается сегодня, 15 мая. Для каждого из нас семья – это самое дорогое. Это любовь и утешение, понимание и согласие, привязанность и сострадание. Семейный очаг – это начало всех начал, высшие ценности и главное сокровище человека. Место, в котором воспитывается добро, истина и красота, сказал в своем поздравлении Игорь Дадон. «С удовлетворением констатирую, что Республика Молдова гордится образцовыми, честными и трудолюбивыми семьями, которые растят и воспитывают ответственных граждан, достойных людей, прославляющих нашу страну на весь мир», констатировал президент. Он подчеркнул, что крепкая и сплоченная семья – залог стабильного развития общества. Игорь Дадон заверил, что будет и впредь продвигать и поддерживать социальные программы, главной задачей которых является защита и поддержка институтов. С поздравлениями выступила и председатель парламента Зинаида Гречаный, напомнив, что семья является ядром и сердцем общества. И именно поэтому нынешнее руководство страны ставит интересы граждан во главу угла, потому что сильное государство складывается из счастливых семей. Гречаный уточнил, что не зря большинство законов, принятых нынешним созывом парламента, касаются именно социальной защиты, здравоохранения и семьи, образования и культуры, прав человека. Берегите свои семьи. Каждая семья уникальна и красива. А Молдова – наша общая семья, подытожила председатель парламента. В Международный день семьи наш корреспондент Илона Ведрашко узнавала секрет долгой и счастливой семейной жизни. Как хранить семейный очаг и справляться с трудностями? Расскажем. Сергей Кириллович – учитель физкультуры. Валентина Петровна – преподаватель младших классов. Совсем недавно семья отметила золотую свадьбу – 50 лет счастливой совместной жизни. Вот такой вот была я, когда мы с ним познакомились. И вот мой муж. Мне было 20, ему 25. Валентина с Сергеем познакомилась в 1969 году, 28 февраля. Молодые люди встретились в ресторане. Сергей, будучи студентом, отдыхал со своими одногруппниками. А за соседним столиком, как потом оказалось, сидела любовь всей его жизни. А я была в этот момент с молодым человеком в ресторане. Они сидели за соседним столиком, и домой мы ушли вместе. А кто первый подошел? Ну, я думаю, даже сомневаться не надо. Наверное, все-таки я. Наверное, все-таки я. Играла музыка, я его пригласила танцевать. Ему не повезло человеку. Я очень плохо танцевала. Ничего. Но вы сразу согласились? Ну, как я мог отказаться? Конечно, согласился сразу. Сергей не смог ответить Валентине отказом и на предложение руки и сердца. Короче говоря, увела меня. Из ресторана. Да, встречались недолго. В августе мы уже поженились. Первые шаги, конечно, сделала я. А он не отказался. Согласен. Согласен. Через год появился сын. Потом дочка. Сейчас у счастливых бабушки и дедушки трое внуков. И они с нетерпением ждут правнуков. Вроде бы я должен командовать. Я же преподаватель физкультуры. А тут кое-кто другой командует. Ну, так мир устроен. Так мир устроен, что кто-то должен для того, чтобы была семья, и для того, чтобы прожить столько лет, должно быть какое-то, наверное, взаимопонимание, взаимодоверие, взаимоуступка. Понимаете? Ну и я хочу сказать, наверное, всепоглощающая любовь. Еще одним серьезным шагом в семейной жизни двух супругов стало венчание. В церковь они пришли лишь спустя 40 лет совместной жизни. Ну, вот, наверное, сами пришли к тому, что, то есть это уже был такой возраст, что почувствовали, наверное, что надо это сделать для того, чтобы, ну, я не знаю, наверное, перед Богом, чтобы предстать в надлежащем виде, скажем так. Я, например, старовряд в отношении венчания, по идее, я должен был инициативу проявить, но она настояла. Сергей Кириллович и Валентина Петровна до сих пор много шутят. Делают все вместе и никогда не ревнуют друг друга. Мы решили узнать, в чем же секрет такой долгой, счастливой совместной жизни. Ответ прост – любить и терпеть. В моем терпении. В его терпении, да. И мы понимаем друг друга, понимаете, есть взаимопонимание. Есть такое выражение, говорит, что нужно сделать в жизни. Так, нужно родить ребенка, построить дом, посадить дерево. Это мы все сделали. Одна из серьезных проблем в браке – это отсутствие уважения друг к другу. Не всегда для долгой и счастливой жизни хватает только любви. Побывав в семье Валентины Петровны и Сергея Кирилловича, мы поняли, что именно уважительное отношение друг к другу помогает сохранить любовь на долгие годы. Мы еще раз поздравляем всех с праздником и желаем каждой семье любви и взаимоуважения, терпения и счастья. Илона Ведрашко, Николай Васильев, Акчен-ТВ. На этом мы завершаем наш выпуск. Больше информации вы найдете на сайте нашего телеканала или на странице Акчен-ТВ в социальных сетях Facebook, Twitter, Одноклассники и Telegram. Хороших вам выходных, берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин